Продолжение следует... По-гречески звучит как «баптисма», а вот слово «баптидзо» — глагол «погружать» — это буквально «погружение». И на самом деле, вот вспоминая собственное таинство крещения, мы понимаем, что младенца или взрослого человека, который пришел креститься, его не просто в воду погружает, он буквально окунается в божественную благодать. Вот как святой Иоанн Предтечи говорил, что «я-то крещу вас водой, а идет за мной сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым». Вот за счет чего это стало возможно? А за счет того, что Господь Иисус Христос — это же ведь воплотившийся Бог. Он есть сама святыня, всеосвящающая благодать, и поэтому освящается все, к чему Господь прикасается. Вот давайте вспомним из Евангелия. Многие больные, они хотели вот просто прикоснуться к одеждам Господа, и те, которые прикасались, сказано в Евангелии, исцелялись. Почему так? Потому что во Христе все освящено, и прежде всего его телесно-человеческая природа, она обожена, вот сам Господь в ней обитает. И это такое вот сияние божественное, конечно, во время земной жизни Господь это скрывал, только в преображении это открыл, ну и уже после воскресения. Одежда Господа, и все, к чему прикасался Господь, оно освящалось. И вот как бы нас спасало крещение, если бы Господь не сошел вот в эти воды и не прикоснулся? Он потому и приходит креститься, чтобы своим крещением осветить наше собственное крещение, и чтобы вода, вот эта вот крещенская, богоявленская, как мы говорим, вода, она была причастна к благодати Святого Духа. Вот интересно, на что обратить внимание? Вот человек может от многого отказаться в своем рационе, скажем, можно прожить, не вкушая мясо, да, или без картофеля можно прожить, даже можно не вкушать хлеб, а вот без воды не проживешь. Вот как ни крути, вода — это то, что вот напрямую связано с нашей жизнью. Уже в книге Бытия мы вспоминаем, как Господь, когда творил мир, то прежде всего там тоже упоминается вода, и сказано, и Дух Божий носился вот над водой, то есть освящал водное естество еще тогда, до грехопадения человека. Видимо, вот вода — это вот такая особая стихия, которая как-то вот напрямую связана с нашей жизнью, это прекрасный символ и жизни, и очищения, и поэтому Господь приходит и освящает именно воду, вот то, через что мы и будем, и рождаемся к вечной жизни. Помните, как в Евангелии от Иоанна, там, в беседе с Никодимом сам Господь говорит, что «должно вам родиться от воды и духа, и кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царствие Божие». И поэтому Спаситель-то вот и приходит как раз на Иордан. И, кстати, есть вот такое предание, что это вот то самое место Иордана, где когда-то богоизбранный народ, вот Моисей вывел их из Египта, провел сквозь Красное море. И вот они подходят после сорокалетнего странствия к земле обетованной, но сам Моисей, он, конечно, не вступил в землю обетованную, он приставился, Господь его забрал, и уже его преемник Иисус Новин. Вот Иисус Новин — это вот тоже как прообраз Иисуса Христа. Когда они подошли к земле обетованной, чтобы вступить, нужно было пройти через Иордан. И как они сделали? Они взяли ковчег Господень, ковчег Завета, то есть главная святыня ветхозаветного народа. И как только люди вступили, вот священники вступили с ковчегом Завета в реку Иордан, то воды тут же остановились. И тогда народ смог пройти как по суху. И вот есть предание, что это именно то место, где и Господь наш принял крещение. То есть тогда там священники вступили с ковчегом Завета, и от прикосновения этой святыни воды остановились, чтобы все прошли. А здесь сам Сын Божий, вот Он приходит, и это уже ни с чем не сравнимая святыня. И происходит тоже своего рода такой вот переворот в нашей Вселенной. Вот бывает такое, что одно событие, а уже вся жизнь мира меняется. А почему так? Потому что на самом деле ведь мир, он был под властью демонических сил. И всякие вот как говорят там, это сиязычество идет, что вот в лесу там лешие, да, на реках там какие-нибудь русалки, или Посейдон, царь морской. А на самом деле это демонические силы пугали людей. И вот когда Господь Сам лично вступает в реки Иорданские, то все эти бесы, они в страхе разбегаются. Это в молитве на освящение воды. Там упоминается, что Господь, сойдя в воды, Он сокрушил главы змиев, которые там гнездились, вот в этих водах. И поэтому теперь вместо вот этих вот бесовских присутствий, там уже Сам Господь и Его благодать. Вот почему она настолько животворна, настолько благодатна, и это признают не только христиане. Много из таких вот случаев, прежде всего среди наших православных христиан, одних знакомые рассказывали, как вот младенец, он настолько был болен, что думали, ничего уже не поможет. И в реанимации, там в специальном боксе его поместили, и туда, конечно, ничего нельзя было проносить. Но родители все-таки договорились и пронесли ему немножко крещенской воды. И когда вот с ложечки капельку дали ему на язычок, а вообще это, конечно, запрещено было, то есть они сделали тайком, но вот именно крещенской воды дали, то он после этого исцелился, выздоровел и вышел, точнее его забрали с реанимации. То есть вода крещенская, это животворное на самом деле. И даже это признают не только христиане, но и мусульмане. Вот один епископ ныне здравствующий, он проходил в Таджикистане свое служение, он рассказывал, что когда совершаются водосвятные молебны, то даже мусульмане приносят своих больных. И у них в раме был такой случай, когда на носилках принесли больную мусульманку, а после водосвятного молебна, когда все молитвы и окропили всех святой водой, и ее в том числе, она уже на своих ногах вышла. Ну и наши православные бабушки говорят, вот почему же так вот, владыка, что она вот поднялась, а мы тут ходим с горбленной, с палочками своими. Он говорит, ну вы-то и так уже, вам дано великое счастье быть православными, вы и так приобщаетесь, святых тайн христовых, и Господь вам и так подает благодать. А для нее это вот знамение. То есть Господь не христианам подает знамение, что в крещенской воде, вообще в освященной воде, прибывает Божия благодать, которая способна исцелить, возродить, возможно даже и воскресить, когда это нужно. А почему так? Потому что именно сам Господь соприкоснулся с этой благодатью. А он-то не нуждался, конечно, сам в крещении, но приходит ради нас. Вот еще что можно вспомнить, что Иоанн Креститель проповедовал, призывал людей к покаянию. И вот тут именно Иоанн Креститель, он крестит таково, он крестит кающихся людей, тех, кто хотят уже расстаться со своей прошлой греховной жизнью. И вот Спаситель именно и приходит туда, где люди каются, где они хотят начать новую жизнь. И Спаситель становится среди них, и Он принимает крещение ради кающихся людей. Поэтому, если ты хочешь обновленной такой жизни, то, во-первых, покайся. Если не крещен, покрестись. А если давно крещен, но живешь греховно, то сходи на Таинство Исповеди, потому что Таинство Исповеди покаяния называется вторым крещением. Но вот вспоминая этот удивительный праздник, праздник крещения, Богоявления, мы должны, конечно, самое главное это упомянуть. Вот люди говорят, что Бога не видел, никто не встречал. А на самом деле как же не видели и встречали? Вот праздник Богоявления, он и говорит, что именно в этот день и было дано откровение, вот явное, очевидное для людей, откровение Святой Троицы. И об этом мы читаем в Евангелии от Марка, как совершалось Таинство Крещения. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот это вот, я и говорю, ключевое такое событие. Вот бывает так, одно событие, а уже жизнь мира другая. Вот пройдут, может быть, еще тысячелетия, но это уже все другое. Во-первых, небо отверзлось, до этого небеса затворены, а теперь небо отверзлось, и на Спасителя нисходит Дух Святой в виде голубя, то есть таким зримым образом. Почему в виде голубя? Думаю, что вы это знаете. Напомню лишь, что ведь голубь, да, мы вспоминаем Ноя, которому голубь принес маслячную ветвь, то есть потоп закончился, и теперь вот тоже это как новая такая весть, потому что вот этот потоп грехов человеческих, он прекращается. Теперь Господь попалит любые грехи своей благодатью, тех, во-первых, кто крестится, и, во-вторых, тех, кто кается. И, конечно, голубь — это очень мирная птица. Это не какая-нибудь там ворона хитрая, которая похищает, это не какой-нибудь коршун, который хищник тоже, да, и он набрасывается, причиняет кому-то боль, смерть. А голубь — это вестник мира, и подлинный мир несет людям Святой Дух. И вот он зримо является. И при этом слышен голос Бога Отца. «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот когда-то считалось у античных философов, что да, вот Бог Отец, Он там на небесах, но Он не может напрямую соприкасаться с людьми, нужен посредник. А здесь мы видим, что Господь Бог, Пресвятая Троица, Он всем открывает Себя. Он проявляет Себя очевидным образом. Он свидетельствует о Своем Божественном Сыне, и поэтому все, кто принимают Христа, они тоже усыновляются Бога Отцу, становятся по благодати сынами Божиими. Вот блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божиими. И вспомним слова из литургии на праздник Крещения Господня. «Елиться во Христа крестистесе, во Христа облекостесе». Я вот говорил, что Крещение буквально переводится как «погружение». И когда крестят детей или взрослых троекратно, то это вот и есть такое троекратное погружение в благодать Божию, в благодать Пресвятой Троицы. Господь, триединое сияние, триединая святыня и любовь неизреченная. Вот те, кто с чистым сердцем принимают цвету и воду, те, кто в этот праздник посещают храм, а кто-то, может быть, погружается даже в купель где-нибудь на реке, каждому по силам. Вот по искренности сердце подается и благодать Божия. Вот дай Господь всем нам, братья и сестры, чтобы мы хранили вот эту радость праздника, потому что Господь Троица явил себя, и Он осветил воду, и эта вода, если мы действительно вот от самого чистого сердца ее принимаем, она спасет от любых искушений. Были даже такие случаи, что какой-нибудь там винопийца, а ему говорят, ты знаешь, вот захочется тебе пить, ты помолись и выпей стакан крещенской воды. И действительно, вот он выпивает, у него проходит такое тяготение к алкоголю. Еще раз потянул, опять выпил святой воды, опять прошло. То есть каждому дается в меру его искренности, сердечной веры, и дай Господь нам хранить благодать крещения, дабы действительно облечься во Христа и сподобиться вот этой радости и этого сияния при Святой Троице. Аминь. С праздником, братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok